Мы часто слышим, что женский пол всегда слабый, ранимый и неустойчивый. Но сегодня мы хотим показать вам, что это не так. И сегодняшняя героиня тому доказательство. Я журналист. И вторая моя профессия – это инструктор. Инструктор по фитнесу. Но сейчас с уверенностью, главная моя профессия – это быть мамой. Да, я мама. Вы работали на телеканале СТС два года. И почему ушли? Это же некие наркотики. Так его бросать? Я ушла, потому что в тот момент у меня было очень много проектов, в которых я участвовала. Я очень сильно устала. И я хотела сделать перерыв на лето, скажем так, на три месяца. И через месяц, как я ушла с СТС, я узнала, что я беременна. Я всегда хотела, чтобы моя вторая профессия была связана со спортом. То есть я очень долгое время танцевала сначала, а потом я влюбилась в фитнес. А не скучаете по тому, что было у вас тогда? Профессия тележурналиста, быть в кадре? Очень скучаю на самом деле, потому что, я думаю, любой человек, который работает на телевидении, он всегда будет стараться возвращаться на эту работу. То есть всеми возможными способами. Вы сказали, сейчас вы инструктор, а когда пришло желание, что я хочу быть видеоблогером? Не только снимать, показывать, как я тренируюсь с ребенком, но также писать о своей жизни, о своих переживаниях или что было раньше? Всем, знаешь, мамам очень сложно найти время для себя, особенно в первые месяцы после рождения ребенка. У меня в первые три месяца не было вообще времени на что. Я была как зомби, можно так сказать, да, потому что я практически не спала. Я была 2-4 часа в сутки рядом со своим ребенком. И мысли о том, что как выгляжу я, у меня совершенно не было. То есть найти время для себя сложно, но я думаю, что обязательно нужно. То есть всем мамам. Моя дочь простимулировала меня, можно так сказать, да, на то, чтобы я... Вот именно тогда вам захотелось списать и делиться тем, что происходит в вашей жизни? Это ребенок так вас... Мне захотелось делиться своими переживаниями, то, что я чувствовала, да, то есть то, что меня волновало. Мне казалось, что темы, которые я поднимаю, они будут интересны, может быть, не всем мамам. Но я найду своего читателя, которому будет это интересно, который поделится со мной своим опытом, потому что это очень важно. По поводу вашей темы, вы недавно опубликовали статью о том, что можно кормить одной грудью, и тут нет никаких проблем, и это реально. Да, потому что я была уверена, что у меня это не получится. То есть я на самом деле уже была готова, то есть и своего врача спрашивала, покупать ли мне уже какое сухое молоко лучше. То есть я была уверена, что это нереально. Ну, прошел месяц, прошел второй месяц, третий, четвертый, и вот мы уже на шестом месяце, да, и я до сих пор кормлю своего ребенка грудью. И считаю, что грудное молоко – это самый главный подарок, который может дать мама своему ребенку. Вот эта статья в блоге была резонансной из того, что вы публиковали и делились. Тут был резонанс, и аудитория обратила на это внимание. А можете рассказать, как вы узнали, что у вас заболевание, вот тот день, когда красивая девушка сейчас, тогда, и приходит такая весть? Я не поверила. Вот так и происходит. Ты приходишь на прием, и тебе говорят возможную болезнь, да, то есть предполагают, после которой следуют десятки анализов, консириумов и всего остального, и по концовке тебе выдвигают определенный вердикт. А сколько лет назад это было, когда он врач сказал? Прошло уже, это было в 2012 году. Это четыре года назад. На самом деле я уже об этом, я стараюсь об этом не думать, я забыла, можно так сказать, об этом. Ну, было, я все сделала возможное, чтобы вылечиться, чтобы быть здоровой, и я не хочу думать о плохом. В жизни бывает все, с каждым может случиться, ты можешь выйти утром, пойти на работу, и с тобой может что-то случиться. Здесь то же самое. Нужно верить в себя, нужно идти вперед, нужно думать о будущем, и не просто о будущем, а о светлом будущем, о хорошем будущем. А вот извините, чтобы женщины знали, а почему вы пришли к врачу? Что-то беспокоило или это спонтанно пришли, проверились, и такой вердикт? Ну, проблема, конечно же, была, я бы не пришла, наверное, к врачу, если проблемы не было. Я заметила проблему, и я пришла к врачу. То есть, хорошо, что я заметила ее вовремя, то есть, у меня не было еще так все плохо. Ну, вы скрывали долгое время о том, что у вас есть болезнь такая, это было специально, вы как бы ограждали себя от того, что... А кто хочет об этом говорить? Ну, сейчас, ну, как бы, ну, сейчас у вас момент, когда вы говорите об этом. Я сказала об этом, потому что я хотела поддержать таких же, таких же девушек, женщин, как я. Вам было сложно сказать, у вас муж, о том, что вот у меня заболевание? Потому что у женщины стереотип, что она напугает этим. И муж убежит. Как бы это абсурд, потому что если мужчина любит, никуда он не убежит. Ну, муж точно не убежит, убежит, наверное, парень, да, то есть... Ну, были случаи, вы говорили, и человек, человек это пугало. Конечно, было. Само собой были. То не обидно, когда вот есть такие люди, когда... Обидно, очень обидно. Такая деталь, и вы в этом не виноваты, а... Обидно, но это еще не конец. Ты не можешь всем нравиться, правильно? Так же вот, как мои видео с ребенком, да, то есть наверняка будут люди, которые скажут, что я там мучаю его, да, или делаю что-то, что нельзя делать. Точно так же и тут нельзя... Я не могу нравиться всем мужчинам. То есть, да, мне было тяжело об этом говорить, но об этом нужно говорить, я жду, не могу скрывать. А ваш тандем с ребенком? Глядя на видео, тут и улыбка, и интерес, и познавательные моменты. Когда пришло желание, что я хочу взять ребенка и показать, вот, смотрите, я мамочка, мой ребенок, мы делаем вот такие прекрасные вещи? Ну, пришло именно в тот момент, когда я подумала, что это будет единственный способ саму себя заставить заниматься. Я сначала думала, что вот она ляжет спать, да, и я возьму мат и начну заниматься сразу. Ну, сначала я постираю, приготовлю еду, уберу в квартире, сама покушаю, а еще я устала, может быть, прилечь. И нету времени, то есть, день закончился. Я подумала, что бессмысленно ждать, когда она спит, да. Лучше взять ребенка, когда он бодрствует, превратить это в игру, то есть, в некую игру, да. Часто говорят, что женщины слабый пол, плачут, расстраиваются. Глядя на вас, вот этого всего нет. Это оболочка или вы борец по жизни, несмотря ни на что, вперед только? Мне кажется, что я все-таки борец по жизни. Да, я плачу, конечно, я плачу, но... Этих слез никто не видит? Ну, мой муж видит. Что муж говорит в эти моменты, когда не говорит, Даша, ну зачем плакать? Он говорит, что я плакал. Мой муж, конечно, много видит слез моих, потому что, ну, все-таки мы с ним нашли друг друга. Я могу быть рядом с ним такой ранимой, да, слабой. Но в жизни я не хочу быть ранимой и слабой. Каждый человек мечтает, и хочется сделать такую магию в плане, вот, о чем вы мечтаете? Я уверен, что оно сбудется. Ну, вы сначала скажите, вот, ваша мечта. И представим, что вот она сбудется, ну, не завтра, но придет срок, и все будет. Так искренне подумайте, вот, о чем я мечтаю, и поделитесь этим. Я сейчас заплачу просто. Конечно, не хотела бы, чтобы это было. Сейчас я успокоюсь чуть-чуть. Ну, я на самом деле мечтаю... У меня есть семья. Просто на данный момент член нашей семьи, да, мой муж, он далеко. Я мечтаю, чтобы мы были вместе всегда. То есть, чтобы у нас... Я понимаю, что в нашей стране тяжело жить, и из нее все уезжают. Мне бы хотелось, чтобы в этой стране можно было жить, не теряя семью. Будьте сильными и никогда не опускайте руки, что бы ни произошло. Жизнь одна, и ее стоит прожить с улыбкой на лице. И желательно рядом с родными и близкими. Субтитры сделал DimaTorzok